МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Что общего у головастика овцы, мыши, кошки и лошади? Оказывается, именно этих животных в течение последних 50 лет пытались клонировать. Результаты этих экспериментов неоднозначны. Одни эксперты называют их провальными, другие считают их триумфом и новым словом в медицине. Но есть третьи, утверждающие, что клонирование не существует. Это обман, величайшая афера 20 века. Клонирование. Получение одного или нескольких генетически идентичных организмов путём бесполого размножения. Энциклопедия Кольера. Термин клонирование пришёл к нам из биологии. Но сегодня им пользуются не только учёные. Клоны стали персонажами романов, кинофильмов и компьютерных игр. Началось всё в 60-е годы прошлого века. Первым был кореец Хванг, который финансировали американцы. Работайте, были сделаны на островах. То есть юрисдикции такой специфической, где нет южнокорейского законодательства. По моим текстам, по моей информации. А следующая сторона, которая подхватила эту тему, была Великобритания. В Великобритании они взяли за основу яйцеклетку коровы. То есть работа, естественно, проводили на яйцеклетках. Животных это просто дешевле. В 80-е годы это было любимым развлечением. Взять ядро от одного животного, например, от лягушки, перезасунуть в зародыш какой-нибудь рыбки и посмотреть, что происходит. Потом была овечка Долли, которая стала настоящей суперзвездой. А вскоре заговорили о возможности клонирования человека и его органов. Это называется репродуктивное клонирование, создание с целью репродукции. То есть полноценного живого организма. Но ещё в медицине и в науке подразделяют клонирование терапевтическое. Вот терапевтическое клонирование – это выращивание части органа или органа целиком. Например, выращивание трахеи – это терапевтическое клонирование. А выращивание части сердечной мышцы – это терапевтическое клонирование. Эксперименты над животными и бактериями вселяли в учёных оптимизм. Клонирование выглядело делом весьма перспективным. Клонирование, например, бактерий, оно совершенно не опасно, а даже очень интересно, потому что мы получаем точную копию предсуществующего организма, то есть мы можем тот или иной организм, бактерию, например, размножить в неограниченных количествах. Испанец вырастил трахею, американцы вырастили часть мочевого пузыря. Немцы из слизистой оболочки рта, губы, выделяют специальные клетки, делают уретру. Мочеспускательный канал у людей с сужением урена. Актёр Александр Пороховщиков в 2008 году обратился к своему другу-учёному Сергею Болтунову за советом. Он хотел клонировать свою умершую мать, но не знал, где это можно сделать. Артиста не смущало, что собственную маму в случае удачной операции ему пришлось бы воспитывать с пелёнок. Не знаю уж, кто его на эту идею надоумил, но она была. У неё были и волосы матери. Они делали анализ, проверяли, насколько, так сказать, возможно, с точки зрения материала. Ему сказали, что биологический материал нормальный, что на его основе можно работать. А эксцентричный Владимир Жириновский решил клонировать самого себя. Пытался наша Академия медицинских наук с президентом, встретился. Он меня стал, значит, разубеждать, что не надо этого делать. Всё, разубеждать. Я сам хочу. Но ни Пороховщиков, ни Жириновский так и не смогли осуществить свои мечты. Дело в том, что в большинстве стран мира клонировать человека запрещено. Самый свежий эксперимент японских учёных, которые клонировали мышь из капли крови, позволяет предположить, что подобные можно сделать и с человеком. Так почему же до сих пор на такой опыт никто не решился? Самая консервативная организация, церковь, настаивает на том, что создатель у нас один, и человек не имеет морального права брать на себя его функции. Если о каждом из нас генетики говорят, что каждый из нас – это генетически уникальная совершенно программа, то клон – он есть клон. Как человек, узнав такую правду, будет оценивать ему о себе? И вторая проблема – как общество, в том числе микросоциум, там, класс, скажем, школьный, рабочий клик, как они будут оценивать этого человека? А как вот человек вообще-то появился на свет? Получается, что первым, кто клонировал человека, был Господь Бог. Есть и другая проблема. Клонирование, по мнению Андрея Кураева, способно привести общество к апокалипсису. Люди, уверен дьякон, могут превратиться в зомби. Гиперкорпорация желает вырастить племя шахтеров. Она заказывает генетикам популяцию с великолепным зрением в темноте, со способностью дышать какими-то метановыми газами и так далее. Но такой человек не сможет всерьез жить, работать на поверхности, например. И тогда у нас появятся со временем просто уже пробирки, фабрики, где на одном потоке будут ельциниды, на другом – зюгоноиды. И они потом будут запрограммировано себя вести даже в политической области. Впрочем, пугаться рано, уверяют ученые и скептики. До такого будущего нам еще далеко. Они считают, что никакого клонирования не существует. Все это выдумки ради наживы. Аферисты просто вытягивают деньги из наимных людей, мечтающих о бессмертии. Некоторые российские ученые утверждают, что копировать уникальные в своем роде создания природы невозможно в принципе. А клонирование – это не только бесконечный источник вдохновения для романтиков, но и пример использования человеческой наивности. Иными словами, прибыльный бизнес. Если вы берете соматическую клетку, сажаете ее в яйцеклетку, даже если это сделать идеально, то все равно зародыш еще умрет в утробе матери от старости. Простой пример клонов – это просто братья-близнецы. Они вроде одинаковые. Причем даже не до 99, а иногда даже больше. Они похожи, но они имеют разный характер. Они имеют все равно немножко, но отличающиеся привычки. Хотя они воспитывались в одном и том же обществе. Доктор биологических наук Сергей Савельев утверждает, миф о возможности клонирования людей родился в США, когда президент Буш-младший раздул мыльный пузырь, построенный на обмане. Это был гигантский бизнес в США, поскольку обманывали бедных, простодушных, полуграмотных крестьян американских, обещая им из их любимых БК-производителей сделать его точные копии. И заставляли подписывать бумаги, в которых было написано, что будет чуть-чуть отличаться. Ну там рогами, копытами, цветом шкурки, а так будет год. Эта история, по словам Савельева, кончилась так, как заканчивается большинство афер. Ну вот, естественно, все эти фильмы разорились, все эти жулики разбежались. А овечку Доля на всякий случай сожгли, так не исследовав ни разу, не доказав ее генетическую идентичность с овечкой мамой. На невежестве людей наживаются не только бизнесмены, но и руководители религиозных сект. Гуру рейлинского движения Клод Варильон еще 10 лет назад утверждал, что ему удалось клонировать человека. Он убеждает своих последователей в том, что все живое на Земле создано инопланетянами именно клонированием и генетическими модификациями. И сам Варильон, по его словам, создавая человеческие копии, дарит бессмертие. Цена вопроса – 200 тысяч долларов за Клод. Элиты, которые как раз верят в перерождение, в вечную жизнь, в бессмертие, и как раз они утверждают, что уже клонировали очень-очень много детей. Например, то, что в 15-16 бродит по России клонировали. Впрочем, этих людей никто не видел. Но если с помощью клонирования нельзя вернуть умершего человека или размножить уникальных животных, то какой вообще от него прок? Неужели это достижение науки нельзя поставить на службу человеку? Оперируется пациент, у него удаляется жировая ткань по причине уменьшения его объемов. Или у него удаляется кусок кожи. Ну, чтобы это не выбрасывать, из этого можно вполне делать, в общем-то, довольно приличный строительный материал, который в жизни человеку пригодится. Никаких сенсаций, никаких воскрешений из мёртвых. Обычная биоинженерия, которая уже сегодня помогает тысячам больных. Стволовые клетки стали отличным строительным материалом для больных органов. Восстановление печени, лечение артрозов, улучшение состояния сердечной мышцы, профилактика лечения атеросклероза и его последствий, диабет второго типа, 100% подвластен, первый тип с этим надо работать, но, видимо, это тоже проблема решена. Лечение аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз и так далее. Понимаете, всё это подъёмно. Да, мы можем на сегодняшний день склонировать генокод. И то с точностью там до скольких-то девяток после запятой. Это всё равно не точная копия. Но мы не можем скопировать самого главного. Мы не можем скопировать душу человека. Мы не можем скопировать его моральные качества, его дух. Так стоит ли прощаться с мечтой о вечной жизни? Неужели человеку не суждено создавать копии самого себя, собственным характером, разумом, чувствами и привычками? Учёные обещают нам всё это в будущем. Тем более, что и прошлое даёт надежду. Видимо, технологии, может быть, когда-то даже существовали, потому что вопрос, кто на него ответит, как появился человек? Потому что говорят, что, значит, Ева получилась из ребра Адама. А как она получилась? Что, её клонировали? Вот вопрос, понимаете? Ответ-то никто не даёт. Может быть, так и должно быть. Поэтому люди пытаются познавать это постепенно-постепенно. Но главное, что они пытаются. Я считаю, что это было плюс. Только плюс. Никакого минуса. Есть страны, где эвтаназия разрешена. Это значит, добровольный уход из жизни. А здесь мы можем помочь человеку зародить. Это будет формат существа живого, похожего на него. И это очень полезно. И только плюс. Никакого минуса не вижу здесь. Тем более, что в погоне за идеальным клоном человек может получить интересные и, главное, полезные побочные эффекты. Например, мы уже научились прививать эмбрионам искусственные гормоны роста. Это очень интересная тема, потому что в своё время вот этот гормон роста, который, в принципе, нужен людям с недостаточным развитием, плюс, конечно, вот этим вот спортсменам, можно назвать, которые своим телом там увлечены, что, кстати, неоднозначно к этому относится, вредно это или не вредно, но тем не менее. Пусть всё изучают, пусть всё клонируют. Нам же выгодно, чтобы найти какие-то пути продления жизни человека, оздоровления, замены больных органов и так далее. Выгодно это не только нам, но и братьям нашим меньшим. На нашей планете каждый год исчезает порядка 200 видов животных. Мы вот совсем недавно в московском зоопарке видели последнюю проехидну. Она просто единственная осталась в своём роде, и вот когда она сейчас доживёт свой век в зоопарке, их просто не станет вообще на земле. И вот здесь говорить о том, что для того, чтобы наши потомки могли увидеть, как выглядел там бенгальский тигр, например, живьём, да? Их не по картинке. Так что же получается? Доказательств того, что в мире уже клонируют людей, нет. Но я вижу в такой возможности всё-таки не угрозу человечеству и, возможно, атаку клонов, а научный прогресс. А его не остановить. Вот на днях эстонские учёные заявили на весь мир, что клонировали корову с геном человека. И якобы она и подобные коровы будут давать уже не молоко, а материал для ценных медикаментов. Если это, конечно, не очередной способ нажиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...